Именно этим фрейтером они и будут лутать, и он стоит уже на разгоне. Всем привет! Сегодня будет немножечко видосик про тех, кто делает миски. То есть, как суицидят людей на мисках. Итак, я прилетел в системку, и здесь вижу на подсканчике. Вижу на подсканчике тынгушу. Вот она, тынга. И более того, ее еще обозвали хорошо. ЕВ-миссионер. То бишь, тынга для мисок. Ну, как можно, как я по крайней мере понимаю. И сразу понимаю, что тынга делает миску. Ну, интересненько, надо посмотреть, что она из себя представляет. Слетать, посмотреть. А там, глядишь, может быть, ее и поломаем. Ну что, поехали. Итак, я начинаю ее высканивать, смотреть, где она находится. Уменьшаю угол. Вот он, уменьшил угол. И угол уменьшил на 60 градусов. И здесь вижу как раз только тынгу. Как сканировать, как находить в спейсе корабли? У меня есть коротенький мини-гайдик. Если хотите, можете посмотреть. Так, я понимаю, что она находится в этом месте. И, соответственно, пробочки передвигаю туда. И дальше начинаю высканивать. Тут какой-то иштарчик решил заодно посмотреть, что он тут из себя представляет. Ну что, мим пролетает, а вузь. Ну, как обычно, у нас хрен просканешь. Ну, поехали дальше. Так, я практически уже высканил тынгушечку. Она спокойненько там фармит. Вообще не обращает внимания, что ее комбат пробками высканят. Сколько раз я уже вам, ребята, говорил. Когда вы в хаях, это не знает, что это безопасно. Пеленгатор у вас должен быть включен. По пеленгу вы сможете понять. Высканивают он на вас. Не высканивают. Охотятся на вас. Не выохотятся. Как только вы видите, что пробки по пеленгу сходятся к вам, делайте ноги. Просто сваливайте оттуда. Значит, к вам летят. Особенно, если вы вкусный. Если вы в говнофите корабль, вам не жалко, можете оставаться дальше тусоваться-то. Но если вы сладенький, вкусненький, фит у вас на лярдик другой, третий, десятый, неважно сколько. Валите нахрен оттуда. Смотрите всегда пеленг. Хаи это не знает, что это безопасно. Итак, тынгу я высканил. Летим смотреть ее. На подсканчике я смотрю ее. Она вместе с трактором. Это проблема. Потому что трактор, если я убью, то в это время тенга может свалить. И точно так же проблема заключается в том, что если я убью тенгу сначала, то трактор может забрать себе в рэк тенги. И суицид получится бессмысленный. Но этот момент я уже научился обходить, даже когда есть трактор. Ну, в общем, поехали. Итак, я прилетаю, смотрю тенга реально на миске. Ну, давай ее просканивать. И тут я вижу, оба-нааа, есть фракция. То есть, вот это вот, в принципе, дешевое говно. А вот это вот уже интересненько. И она у меня не полностью просканилась. Вполне возможно, что она все-таки вкусная. Она никуда не сваливает. Я принимаю решение попробовать еще раз ее проскань, получше посмотреть. И здесь я уже более глобально, более интереснее вижу, что она действительно хорошая. Она с фракцией. Да, там зеленочка, но все равно тенга вкусная, хорошая. И, соответственно, принимаю решение, что надо ломать. Ну, что-то как-то не вижу, что она что-то убегает, боится. То ли она в полу-авк фармит, то ли еще что. Непонятно. Но это, собственно говоря, ее проблемы. Тут смотрю, что за непись вообще. Страшно, не страшно. Я ставлю непись на меня вроде не агрится. Можно спокойненько тенгушку делать. На тенгу я потихонечку там к ней подлетаю. И рядышком, чтобы с ней летать, ставлю расстояние. В это время флотом наварпаю на шпикачку свою. Как раз, чтобы рядышком прилететь. И тенга была рядышком, и в нее можно было стрелять. Так, флот летит. Вот как раз я на стратке летаю за тенгой рядышком. Ну и также еще для того, чтобы в армилу забрать лутецкий. Итак, я приварпаю. Тенга полная вообще. Пофигизм включает. Ну, ее и проблема. Лочим и убиваем. Тенга убивается очень хорошо. Она активненькая. Все, она умерла. Лут рядом. Я успеваю быстренько залутать. Выпало, в принципе, не так, чтобы прямо охренеть, как много. 248 лямов. Но с учетом того, что участвовало 5 кораблей. Есть кому интересно, один корабль стоит 15 лямов. Можете посчитать. В любом случае, я в плюсе. Ну и плюс хорошенький келосик. Ну и, собственно, вот келосик тенги. Погорело. Ну, в принципе, достаточно хорошо погорело. Тенга была достаточно интересненько, вкусненькой. Тенга была практически на лярд. Ну что, поехали дальше. Итак, небольшой бонус, что ли, к этому видосику. Ну и заодно не часто такое увидишь прямо вот вживую и сразу. Смотри, что интересно я увидел. Пока летел до одного места, куда, собственно говоря, мне нужно было флота. В системе Пуэйна я увидел у гайки до того, как пройти до хренища каталистов. То есть, смотри, вот это вот все. Это вот каталисты. Стало интересненько, что они тут вообще забыли. С учетом того, что я еще вижу, что здесь фритак есть. На автомате я тут прохожу через гайку. Но вижу, что, смотри, один корабль уже сагрился. Вот он, он сагрился. И сагрился, как мы видим, вот здесь на арк. Фритак. Вот он, вот это вот. На этот корабль он сагрился. Соответственно, каталисты сейчас будут тоже убивать этот фритак. Здесь я прошел и понял, что там происходит весело. Решил другим окном остаться и посмотреть, что там вообще. И вот, да, здесь каталисты начали агриться на арк. Вот оно все показывается. Вот толпа суицидников. Там вот арк. Там же Мачала, которая будет защищать Лутецкий. Вот он, Целесиус, который спровоцировал первый выстрел. То есть, центрики будут сначала убивать Целесиус. Он 100% утанкованный. До прилета Конкорда, чтобы другие, пока каталисты будут убивать арк, они от центриков не пострадали. То есть, каталисты спокойно в это время убивают фритак. Также, смотри, здесь же видно фрейтер Фенрер. Он находится в 331 километре от этого всего происходящего. Именно этим фрейтером они и будут лутать. И он стоит уже на разгоне. Так, каталисты стреляют по фрейтеру. Единственное, здесь я не догадался залочь фрейтер, посмотреть, насколько сильно они его пробивают. Но тот уже сагрился Конкорд. Конкорд прилетел. Ну, как вы поняли, арк выжил, фрейтер выжил, каталисты слились. Не получилось у них. Не знаю, по какой причине, что у них пошло не так. Но что-то у них пошло не так, и они не смогли. Вот такой вот вам небольшой бонус, суицид, как происходит убийство фритаков. Ну, всё, поехали дальше. Итак, я прохожу систему. Это тупиковая система. Здесь смотрю мастодот на автопилоте. Здесь надо же проверить его, что он из себя представляет. Смотрим. В итоге он оказался хорошо так утонкованный, но неинтересный. Пустой. И здесь я на подскане вижу легиончик. Легиончик. Это тот же Т-3, как и ТНГ, если кто вдруг не знает. И, в принципе, они тоже бывают вкусные. Вообще все Т-3шки по большей части вкусные. Но, блин, надо проверить, что это такое тут. Так, я начинаю его высканивать. Смотрю, где здесь корабли и, собственно, под углом пилинга вычисляю, где находится легиончик. Итак, вот я вычислил, где он конкретно находится. Дальше уже буду высканивать его более точечно. Как я смотрю, он там с гоблинами вторыми, плюс ещё трактор. Ну, блин, по поводу трактора я уже рассказывал. Не очень удачная эта ситуация. Не люблю я, когда трактор присутствует с крабом. Ну, что делать? Не мы такие, жизнь такая. Надо как-то вертеться. Итак, опять я высканил лего. И точно так же, как на первой видосике Тенга, пилингатор не смотрит. Никто из крабов не смотрит пилингатор. Сейчас бы он увидел, что на нём сошлись комбатки. И он бы мог сделать ноги в руки и свалить. И не бояться ничего. Но крабы у нас безмятежные в хаях. И ничего, нормально. Мы же в хаях, это же безопасно. Ну, раз безопасно, полетели смотреть на него. Итак, я прилетаю, вижу лего. Всё так и есть. Гоблины, трактор. Ну, давай сканить, смотреть, что за лего. Здесь я вижу один фракционный модуль. Причём говорит, что в принципе лего уже, скорее всего, вкусненькое. Плюс у него в карго 219 лямов. Ну, поди плохо, тоже хорошо. Ещё раз его просканиваю. И, собственно говоря, вижу A-Type модуль, который достаточно дорогой. Он фракционный. Практически весь. Ну, по крайней мере, лоу слоты фракционные у него. И также у него, как я и сказал, в карго 219 лямов. В общем, лего достаточно вкусненькое. И, опять-таки, я прилетел на миску. Он... Или это зелёнка, чёрт его знает. Но он не важен. И человек дальше в ноль стоит. Вообще не чухается. Его насканили. Комбат пробки были. В пеллинге не смотрели. К нему прилетел кораблик. Да? Его просканивает. Ну, нам пофига. Чё? Хаи же. Ну, как обычно. Я здесь и принимаю решение отварпать нагайку, чтобы его дальше не пугать. И плюс с собой ещё заберу флот, который пройдёт в эту систему. Он остался на гайке снаружи. Итак, варпаем уже снова на лего. Уже с флотиком. Человек всё так же не чухает. Трактор он уже забрал. Большой тебе, чувак, спасибо за это. Меньше проблем. До него немножко далеко чапать. Но с учётом того, что я на коэрсах, они стреляют достаточно далеко. Примерно где-то 9 километров. Ну, собственно говоря, дальше коэрсами прыгаю на него. О, я с траткой в клоке к нему подлетаю как раз, чтобы заложать. Ну, чёрт его знает. Мало ли сейчас трактор выкинет. А он в это время сальважит. Ему вообще пофигу. В ноль стоит. Не дёргается. Но, собственно говоря, сейчас привет будем передавать ему. Так, я на него наварпываю. Он вообще дальше не чухается. Всё так же стоит. Даже не пытается уйти. Ну, и, собственно, здравствуйте. Дальше я его лутаю. Ну, что ж, лего оказалось достаточно вкусно. Не зря его поломал. Выпало 774 ляма. Вся проблема, в принципе, я уже и сказал. В ноль стоит. К тому же ещё трактор убрал. Подскан не смотрит. К нему прилетели. Тоже не чухаются. Ну, что сказать. Я не знаю, что сказать. Практически в каждом видео на каждом стриме я говорю, как избежать суицид в хаях. И всё равно дофигища народа, которые дальше делают всё по-своему. Думают, что в хаях безопасно на самом деле. И здесь их убить никто не может. В итоге смерть. Ну, и, собственно, сам Келосик. К сожалению, А-Тайп погорел. Тут некоторые вещи у него тоже погорели. Но, в любом случае, неплохо выпало. И лего у нас вышло в 2 лярда с мелочью. То есть, 2 лярдовую лего человек потерял. Просто из-за того, что, не знаю, АФКшил или ещё что. Но времени у него было свалить более чем достаточно. Ну, как-то так. Всё. Всем пока.